В администрации округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления, ведомств и служб подвели итоги работы за последнюю неделю октября. Что было сделано в материале моих коллег. В МВД Люберецкое поступило 2200 обращений. Возбуждено 28 уголовных дел. 22 раскрыты по горячим следам. Также было 171 ДТП с членами пострадавшими. Никаких резонансов преступлений не было совершено на территории Межмуниципального управления. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 7 пожаров. Один в Латкарина, остальные в Люберецком округе. 28 октября огнеборцы работали в усиленном режиме с привлечением дополнительных сил Московской области. Поселок Томиль на улице Гаршин, дом 11, дробь 1. Это территория ТЗПП. На данной территории располагается административно-произвестное строение 8-этажной высотой 30 метров. Разберами 20 на 100. Кровля мягкая, электрифицированная. На момент прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение на 7-8 этажах административно-производственного здания с угрозой распространения по всему этажу. Доклад о состоянии дел в сфере ЖКХ начали с приятной новости. 27 октября в Одинцово состоялся конкурс среди работников ЖКХ лучшей по профессии. 53 округа Подмосковья делегировали 228 участников. По итогам конкурса были определены победители. Конкурс проводился по 10 номинациям, в числе которых вошли сотрудники нашего предприятия ООО «ЛГЖТ». Итак, первое место у нас в конкурсе занял штукатурмалер Шкуренкова Ольга Николаевна. И третье место в конкурсе слесарь-монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Это в народе говорят просто слесарь-сантехник Саблин Виктор Васильевич. В округе продолжаются работы по замене лифтов, светильников уличного освещения и установке датчиков загазованности в квартирах и частных домах. До конца года коммунальщики намерены выполнить весь запланированный объем работ. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова